На турнир по баскетболу 3 на 3 можно заявить команду из 4-х человек. На площадку выходят трое. Один остаётся в запасе. Это новый формат для Ульяновской области. Свои силы приехали испытать десятки студентов средних образовательных учреждений региона. Перед открытием первенства спортсмены разминаются, оттачивают свои коронные броски и настраиваются на победу. Будем бороться до талу. Корсун доставим. Мне нравится этот спорт. Я с ним занимаюсь давно. Сколько лет? Со школы, с класса 5-го. Специально для игры в баскетбол 3 на 3 был разработан мяч 6-го размера. Это утяжелённая версия. Так игрокам проще забрасывать его в корзину, а игра смотрится динамичнее. Она, к слову, длится 10 минут чистого времени или пока цифры на табло не покажут 21 очко. Победа складывается из ловкости рук, удачных комбинаций и отчасти удачи. Её всем игрокам пожелал глава профильного министерства. Это первое для нас соревнование, первый формат 3 на 3, уличный баскетбол. И сразу более тактический команд. Для нас это почётно. Я верю, что из года в год количество спортсменов, принимающих участие в данном соревновании, будет увеличиваться. И популяризация баскетбола 3 на 3 будет увеличиваться, так как это уже олимпийская семья. Предложение включить баскетбол 3 на 3 в программу летних олимпийских игр поступило ещё в 2016 году. Но официально этот вид спорта укоренился только в 2020-м на играх в Токио. Сама игра азартная и захватывающая, поэтому спортсменам также пожелали завершить турнир без травм. Я желаю сегодня хороших выступлений, ярких побед, пусть победы сильнейших и успехов, когда будете защищать нашу область. Представлять Ульяновскую область будет команда победителей турнира. Её определят после завершения регионального этапа. И уже в июле ребята отправятся в Нижний Новгород на финальную игру. Напомним, турнир проходит под патронатом полпреда президентов ПФО Игоря Комарова. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Улправда. ТВ.